Сегодня четверг и мы снова надели фартуки, потому что по четвергам выходит наша кулинарная программа в фартуках. Здравствуйте, уважаемые телезрители! А на обед сегодня нам обещан сырный суп от Татьяны Викторовны Лобановой. Здравствуйте, Татьяна Викторовна! Здравствуйте, Яна! Очень приятно вас видеть. Взаимно, Татьяна Викторовна. Татьяна Викторовна, сразу расскажем телезрителям, что вы работаете в цехе 32 и основная ваша деятельность связана с повышением эффективности производства. Совершенно верно. Ну и попутно вы еще являетесь заместителем председателя правкома цеха 32 Зульфара Файзулина. Все верно, да? Все верно. Хорошо, мы обязательно поговорим о вашей профессии и о вашей трудовой биографии. Ну а пока давайте представим, какие продукты нам понадобятся. Ну, это супчик очень быстрый, так это я для себя решила, может быть для кого-то или нет. Для нас понадобится это куриная грудка, совсем немножко, это грамм 400, наш любимый картофель, морковка, зелень, это может быть петрушка, укроп, но у нас сегодня укроп. И самое главное, это вот сыр, сыр плавленый, ну и естественно специи. Начнем? Начнем. Начнем. Все очень просто. Мы сперва ставим водичку, примерно 2 литра наливаем. Примерно 2 литра наливаем воды и ждем, когда она закипит. Вот, налили воды мы примерно 2 литра. Яна, помогите, я с новой техникой всегда. Так, ставим воду на огонь. На огонь, чтобы она закипела, естественно, это накрывается. Потом мы ставим сковородку тоже на огонь. Давайте воспользуемся электрически. Ну давайте, давайте, давайте. Не уместится у нас так. И мы что будем с вами делать? Так, с вас масло растительное. Это примерно 2 столовых ложки. А мы тем временем помоем грудку. Грудка моется. Вообще, это из разряда гости на пороге. У нас же, как за рубежом, нет такого института психолога. Когда что-то не ладится на работе, все бегут к психологу. А у нас бегут к подружке. Да, я еще придем, я скоро у тебя буду, а это скоро, я еще с работы не вышла. И через минут 40 должна подружка прибежать. Ну этот суп, да, как вы уже сказали, из разряда на скорую руку. На скорую руку. Мы наливаем, ну вот, буквально 2 столовых ложки масла растительного. А может быть, оливковое, это кто как любит. Кому как нравится. Вот, Татьяна Викторовна, известен мне такой рецепт сырного супа, но, наверное, более вредный этот рецепт, потому что вместо куриной грудки там используется полукопченая колбаса. Ой, это уже не дед питания. Поэтому, да, теперь уже вот буду придерживаться такого варианта. То есть нарезаем его вот такими кубиками достаточно крупными грудочку эту. И обжаривать мы будем именно в филе. Да, сейчас оно у нас в масле подогреется. Ну, тем временем, давайте все-таки поговорим о вашей профессиональной деятельности. Цех 32 – это один из основных проектов, которые являются вот приоритетом Дирекции и по повышению эффективности производства. Вот на сегодняшний день расскажите, каких результатов уже удалось достичь и что в процессе сейчас, какие проекты. Ой, извините, я вот так сделаю, ладно, пошумлю маленько. Ну, 2017 год, он вообще как бы такой показательный. И все цеха участвуют в таком проекте, как улучшают производственные показатели по эффективности. И в нашем цехе тоже как бы этот проект открыт. Это по первому приказу 2017 года. Самый первый приказ в 2017 году. Улучшаем показатели. А вот какие? Какие именно показатели? И выпуск готовой продукции, и выпуск продукции без несоответствия. И там повышаем капитальные ремонты, чтобы они скорее у нас шли. А улучшение – это всегда увеличение или не обязательно? Вообще, улучшение – это, ну, связано с увеличением. То есть мы должны при тех же, ну, может, не при тех же, при улучшенных условиях выпускать продукцию в большем объеме. И чтобы этот объем, ну, не то, чтобы был качеством, а не количеством, а качественным должен быть все-таки продукт у нас выпускаться. Поэтому и работаем мы на качество в первую очередь. Так, ну, мы не забываем мешать, чтобы у нас не пригорело. Ну, вот я взяла на себя инициативу, пока почистить картофель, да? Да. Морковь вот так мы крупненько нарезаем. Да, я уже обратила внимание, что терку мы не используем, вы это делаете на шоке. Это для того, чтобы было такое пятно красивое, красивое, да, яркое пятно. А ваша деятельность связана с профсоюзом цеха? Ну, есть такое тоже. Есть такое, да. Скажите, пожалуйста, что у вас в приоритете вот на этой ниге? Ну, приоритет – это защита. Вообще, когда, в чем заключаются вот обязанности заместителя председателя правкома? Когда бывает нужна ваша помощь? Когда в отпуск уходит сам председатель правкома или не обязательно его отсутствие? Не обязательно его отсутствие, потому что некоторые вопросы, ну, можно решить и без председателя. Например, вот скажите, пожалуйста. Мы работаем как бы в одном направлении и не делим. Твоё, моё, я это делаю, ты это делаешь. Ну, например, вот одно из таких больших – это оказание помощи. Ну, я считаю, что это, скорее всего, типа волонтерской даже помощи было. Когда у одной работницы, ну, дом сгорел, беда, и надо было быстро как-то откликнуться, мобилизовать. Организовать помощь, да. Организовать помощь, да. Потому что не обладает правком таким количеством денег, чтобы помочь человеку именно в том объёме, который необходим человеку. Ну, и занимаетесь вот именно тем, что организуете, да, как-то вот, помощь эту. Да. Мы немножко посолим, хотя есть такое мнение, что солить нужно после того, как, ну, обжарится, готовится. Ну, я считаю, что во время обжаривания, здесь же происходит свёртывание белка, ну, и чтобы белок полностью, как, не закупорил рецепторы мяса, всё-таки надо вкусовую добавку ему положить пораньше. Пораньше, чтобы не когда мясо схватилось, образовалась вот эта вот белковая оболочка, а чтобы всё-таки соль проникла вовнутрь. Это вот ваш такой рецепт, вот именно как хозяйки. Вообще, обратила внимание, Татьяна, что вы, наверное, первая наша героиня, которая пришла на кухню и сразу стала мыть посуду, что-то тут готовить. Есть вот такая хозяйственность. Вообще, скажите, как у вас в кулинарии душа лежит? Вот любите, есть вот женщины, которые прям вот любят там копошиться что-то, какие-то соусы вываривать. Как у вас с этим делом? У меня чем проще, тем лучше. По своей профессии, первая, я повар. Да вы что? Вот это неожиданность. И даже получила высшее образование. Что вы заканчивали? Новосибирский институт советской кооперативной торговли по специальности инженер-технолог общественного питания. Так, немножко мы поджарили и это всё опускаем в кипящую воду. Опять же, про кипящую воду. Почему именно в кипящую? Опять же, тот же самый белок. Если мы хотим получить вкусное мясо, мы его в горячую толкаем, потому что опять оболочка из белка. Так вот откуда все эти познания. Да, да, да. А если мы хотим бульон вкусный, то тут можно и в обыкновенную холодную воду допустить. Всё, накрываем крыжечкой вырежу картошку. А я пока её даст. Делаем. Ну, Татьяна, как же вы сменили такую творческую профессию повара на такую производственную? А вы знаете, это как бы судьба, она у нас с нами иногда играет интересную штуку. И нельзя сказать, что я, ну, как бы обижена на судьбу. Я заканчивала наше училище тогда было, на Стигнеева. Поступила в Новосибирский институт. Ну, там как-то пришёл замуж в Ольге, как всегда бывает. Опять же, судьба меня вернула на родину. И когда я сюда приехала в 92-м году, по городу прошлась, ну, как бы было желание работать в общепитии. Меня ни один общепитий не взял. По какой причине, интересно? Ага, причина очень даже интересная. Я, когда показывала свою трудовую книжку, у меня в трудовой книжке стоит штамп. Институт, ну, Новосибирский институт, точное отделение. И они говорят, нет, мы вас не возьмём. Как так? Я прошусь хотя бы, ну, хотя бы зацепиться. Уборщики, поломойки, посудомойки. Они говорят, нет, мы вас не возьмём. Да что такое? И только один мне человек сказал, потому что у тебя институт. А в то время, 92-й год, эта специальность была не сильно, как бы, распространённая. Именно это образование. И в основном техникум был. Он говорит, вот если я тебя даже возьму, я через 3 месяца уйду с этого места, а будешь занимать моё место ты. Ах, вот в чём дело. Да, конкуренция. Я говорю, и что мне делать? Он говорит, а идите в лицей. А, в училище тогда ещё было. А идите в училище. Там мастер нужен. Ага. Производственное обучение. Вот я пошла мастером производственного обучения. И пришлось вам самой обучать поваров. И я обучала, да, ребятишек, мне это очень нравилось. И наступил, как сейчас говорят, демографический кризис. Ну да, было такое явление для вас, что группа не состоялась. И снова вы оказались невостребованы. Ну, мне как бы предлагали, то, что предлагали, это, конечно, мы же работаем не только ради счастья, но ещё и ради денег. Может, эта группа сказана, но... Это правда. Это правда. Это правда жизни. И мы от неё никуда не денемся. Вот. И пришлось вам поменять кардинально свою... И пришлось поменять кардинально свою профессию. Так я оказалась в 32-м цехе. Ну, так вот, по старой памяти-то, какой-нибудь рецептик наверняка есть в закромах, которые используете. Я, да, часто делаю, но когда мы готовились к этому встрече этой, к съёмкам, мне сказали, здесь духовка плохо работает. Ну, бывает такое, да, иногда бывает. То есть я люблю запечённые, это рулеты. То есть мяско у нас кипит, всё это у нас кипит. Мы туда же отправляем нарезанную крупненько картошечку. Аккуратненько. Всё. И снова доводим до кипринета. И снова, да. Оно у нас должно провариться. Вот. Рулеты. Очень люблю рулеты делать. Мясные или десерты сладкие? Мясные. Мясные. Из курицы тоже полностью курицу раздеваешь, её отбиваешь. Начинаешь, вот какая фантазия, даже омлетами, сыром, грибами. Сворачиваешь и... Как повезло вашим домашним. Такое разнообразие вы можете приготовить. Вот такое дежурное блюдо, которое быстро готовится, ну, это вообще для повседневного стола. Это макароны, приготовленные по принципу плова. Поделитесь. Пока закипает там у нас картофель. То есть на сковородке обжаривается лук-морковь. Так. Она обжарилась, это всё у нас. Водичкой заливаем, доводим до кипринета и туда всыпаем макароны. Но полый, так, чтобы чуть-чуть покрывало водой. Под крышку промедленную, ну и всё. Готово, да? Через минут, через 20, да? Через минут 20 готово, всё. То есть тут не надо ни сливать, ни переливать. Там масло всё там уже есть. И с овощами. На неделе попробую как-нибудь обязательно. Только обязательно полые, чтобы вот именно внутри, это лапша не пойдёт. Не пойдёт. Да, только вот рожки, можно ракушки, с дырочкой внутри. Спасибо за рецепт. Так, что мы должны делать? Мы должны нарезать зелень и подготовить сыр. И, собственно, гвоздь программы. Это сыр у нас. Гвоздь программы сыр. Татьяна, ну вот как повар-кулинар, скажите, вот вообще кулинария – это творческая профессия? Это очень творческая. Её вот сравниваю даже с искусством. Это искусство. Сейчас новые технологии. Очень даже всё интересно можно сочетать. Очень много новых продуктов, которые вот когда мы учились, эти… Ну, они были, но… На чём вы учились? Нет, доступно. На чём учились? Ну, мы так-то на натуральном всём учились. У нас очень была хорошая практика. В институте, когда мы… У нас не только это были занятия, именно теория. У нас очень много было практики. И мы готовили на натуральных продуктах. То есть это мясо, рыба, если молоко. Сейчас много жирозаменителей, а тогда только натуральное. И проходили практику и в ресторанах. Сейчас, к сожалению, у нас как бы для ребятишек, которые хотели бы обучиться этой профессии, это тяжёлая профессия. Может, в какой-то даже области она не совсем оценена, ну, посетителями. Что очень тяжело сейчас молодёжи именно получить образование правильное. Очень жаль, что лицей, вот, нет у них этих наборов, не обучают. Сейчас, да, сейчас… Три года учили, проходили АЗ, от и до. Какие кондитеры замечательные, а мастера какие у нас были. Сейчас, конечно, все уже старенькие. Ну, старенькие, не правильно сказать, уже взросленькие. Татьяна, ну, не знаю, какую оценку вы мне поставите за нарезку сырную. А, вот это всё равно… Оно всё равно растворится. Растворится. Так, вот, сейчас пришло время у нас добавлять специи. Так, и специи у нас, перец горошком, лист лавровый, перец молотый. Так, всё будете использовать. Так, вот, чтобы ароматнее было, есть такой, ну, как бы… Способ. Способ, так. Это чуть-чуть поджечь. Чуть-чуть поджечь. Слышите запах. Запах пошёл. Запах пошёл именно от лаврушечки. Вот два листочка. А я всегда добавляю уже в готовое блюдо, вот уже, когда выключаю огонь, крышкой накрываю. Не правильно так? Почему-то у меня вот такое представление, что его варить не надо. Он, как бы, это разное предпочтение. И я вот люблю, чтобы вот было насыщено. Когда вы только бросаете туда и закрываете, то есть это вот идёт… Меньшая отдача вот этого… Меньшая отдача, как бы это первый шлейф. Да, там, первая нота, вторая нота, как у духов. И шлейф. Да. То есть вот шлейф, какой у нас будет. Перчика чуть-чуть. Чуть-чуть совсем. Чуть-чуть. Вот сыр. Вот так его просто кубиками порезали. Ну, мы взяли такие две стандартные упаковки плавленого сыра. Причём надо плавленый сыр. Если это сырный продукт, он плохо оттает. А в чём отличие сырного продукта, которого, кстати, на прилавках сейчас тоже много, от сыра? А там добавлен растительный белок. Растительный белок? Да, растительный белок. Видимо, это удешевляет процесс изготовления продукта. Соя, она сама по себе неприхотливое растение, в больших количествах растёт. И затраты на его переработку тоже не совсем большие, поэтому его и принимают везде. В своё время и соевое молоко продавалось. Сейчас вот я почему-то не вижу, но по Новосибирску я помню, это ещё 92-й год. Там уже тогда продавалось соевое молоко, соевые гуляши. Ну, это уже совсем из ряда любителей. Татьяна, ну я вот хочу вас спросить. Вот вы работаете в производственном цехе, вы обязательно ходите в столовую, так? Ну, бывает. Оцените, пожалуйста, качество блюд. Так, так эксперт. Если я скажу, то, может быть, я могу либо обидеть, либо сделать рекламу. Но, в общем, я хожу в столовую цеха 35, и нам нравится туда ходить с моими коллегами. В целом хорошо. В целом хорошо. И разнообразие блюд достаточно. Единственное, что когда мы приходим, когда ИТРы приходят, может быть, выбора салатиков меньше. Потому что у вас обед чуть-чуть позже, чем у рабочих. Да. То есть, а так можно кушать. Можно выбрать на любой вкус. И уже кто обслуживает на раздаче, они даже уже предпочтение знают, кому с бульоном, ой, с подливом, кому с соусом, кому с чем. Ну, так, а ваши сегодня, вот сколько раз слышали, а ваши косточки сегодня нет, это, значит, курица. Курица там пушеная или запеченная именно с костью. А, у тебя, для тебя есть филе и есть. То есть, вот само даже отношение, вот именно этой столовой, пусть не обижаются другие. Мы туда ходим. Ну, это же дело вкуса, да. Да, очень даже. Важно, что качественное, качество блюд, главное ведь, да, чтобы соответствовало. И, как раньше говорят, вот, они оставляют там, потом разогревают. А сейчас делается, ну, малое количество, и оно просто до следующего обеда не доживает. Все его, как бы, реализуют все блюда. Ну, что ж, спасибо вам за честный ответ. А мы напоминаем, что предприятие «Изысканный вкус» – это и спонсор нашей кулинарной программы. Вот сегодня, которая предоставила нам любезно продукты для сырного супа. Очень даже, чуть-чуть там, наверное, уже у нас все. Так, вот, видите, оно стало плавиться, цвет молочный появился. И опять сейчас попробуем картошечку. Картошечка еще у нас… Еще подержать. Да, еще не готова. Хотя она помаленько осталась. Ну, а филия, она уже сама по себе быстро готовится. Ну, главное, картошечка, чтобы дошла. Морковка только порезана, нашмукована. Ну, а пока у нас доходит до готовности. Супчик мы подготовим для сервировки. Супчик мы добавим, чтобы оттеночек был. И все, выключаем. Готово. Готово. Вот, видите, сыр растопился. А вот если бы это был соевый, сырный продукт, да, с соевой добавкой, то вот сыр был он как, ну, кубиками так же был и плавал, как картофель. И не было бы такого бульона уже цвета, да, молочного? Да, цвет этого слова бы не было. Солнечная гамма. Очень красивый свет вышел. И морковка именно порубленная, порезанная. Как раз здесь играет. Хорошо. Где-то, где-то выше, где-то. И свежее. И еще немножко ярких красок. И еще. Вот такая. Оп. Ну что ж, отлично. Приятного аппетита. Да, действительно, отлично справились. По первому вашему образованию все сделали по правилам. По второму вашему, так скажем, образованию все эффективно у нас получилось с вами. Спасибо вам большое, Татьяна. Еще раз, что вы к нам пришли. Я напоминаю, что сегодня мы готовили с Татьяной Лобановой, инженера по повышению эффективности производства цеха 32 ВСМПО. Спонсор нашего выпуска предприятия «Изысканный вкус». Ну а готовим мы на кухне предприятие ВСМПО. Посуда, кстати. Посуду производства ВСМПО можно купить в магазине «Мириада». Желаем вам приятного аппетита. До свидания. Продолжение следует.